Стражей природы Новый Уренгой принял участников регионального этапа Всероссийской Олимпиады по экологии. Площадкой для интеллектуальных баталий школьников стал мини-зоопарк. Название лучшего защитника природы претендует 16 юных экологов со всех уголков Ямала. Победа достанется лишь одному. Ольга Полякова расскажет подробнее. В добрый путь с песней. Через несколько минут школьники приступят к мозговому штурму. 16 юных натуралистов приехали со всех уголков Ямала, чтобы доказать будущее экологии в надежных руках. Участие в региональной Олимпиаде для них – дело не только почетное, но и ответственное. Чтобы настроить детей на позитивную волну, организаторы устроили небольшой творческий праздник. То время, которое вы здесь проведете, оно пройдет очень продуктивно, полезно для вас. И знаете, хочется сказать, что вы уже молодцы, потому что вы уже являетесь победителями школьного этапа, муниципального этапа. И вот так судьба нас сводит здесь всех в городе Новый Рингой для регионального мероприятия. Таня Горякина из Ноябрьска на Олимпиаду приехала во всеоружие. Экологией увлекается всерьез. Хрупкая природа Ямала вызывает особый интерес школьницы. Экология у нас не преподается в школе, но меня очень интересуют экологические проблемы, существующие в мире. И живем на Ямале, и это важно именно для нашего региона. Следующий этап Олимпиады – защита проектов. Сергей Евдокимов уже не первый год выступает перед требовательным жюри. В этот раз его интересует тема очистки воды от водорослей в аквариумах. Десятиклассник предложил новый и безопасный способ решения этой проблемы с помощью моллюсков без зубок. Общие водоросли являются очень сопутствующей всегда проблемой для аквариумистов. И современные химические средства, они очень неэкологичные. И поэтому и у моих знакомых есть тоже аквариум с такой проблемой. И поэтому я решил заинтересоваться именно альтернативными способами борьбы с вот этой вот проблемой. Сегодня экология вызывает небывалый интерес в молодежной среде. И это несмотря на то, что отдельного предмета в школах нет. Подростки черпают информацию из учебников, книг и интернета. Ежедневно с экранов телевизоров мы слышим – природа в опасности. Дети делают выводы и уже начинают бороться в меру своих сил. Больше появляется тех детей, которым не все равно экологическое состояние округа. То есть, чем быстрее и больше развивается интенсивный округ, тем больше участников нашего движения. Проекты, представленные школьниками на Олимпиаде, не складывают в стол. Это исследовательские работы. В условиях современного мира они интересны и актуальны. Лучшие из них находят свое продолжение в научных статьях и практических материалах. Но это, пожалуй, не самое главное. Важно, что детям не безразлично состояние окружающей среды. Ольга Полякова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».